В преддверии Дня Победы уже в пятый раз Казанский Федеральный Университет проводит студенческий Марш Победы. Участниками Марша Победы являются лицеисты, студенты, сотрудники и преподаватели Казанского Федерального Университета. Их всех объединяет любовь, уважение и благодарность предкам за мирное небо. В этом году Марш Победы был приурочен к празднованию 74-й годовщины Победы Великой Отечественной Войне. Более 5000 человек приняли участие в шествии и митингах, тем самым почти в память героев. Студенческий Марш Победы призывает, во-первых, к патриотическому воспитанию молодежи. И сама молодежь начинает все-таки осознавать, что без нашей истории, без наших предков, без наших прадедов, которые воевали в Великой Отечественной Войне, нет будущего. Ровно в 11 часов утра перед Кремлем руководство Республики Татарстан и Казанского Федерального Университета возложили цветы к памятнику татарскому поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Отсюда стартовали 11 взводов почетного батальона 210 и участники бессмертного полка Казанского Федерального Университета. Шествие колонны «Бессмертный полк КФУ» проходит от памятника Мусе Джалиля до главного здания КФУ. В этом году более полутора тысяч человек несут фотографии своих дедов, прадедов и прабабушек. В руках у них фотографии родственников, которых, возможно, они даже не видели и не знали, но историю помнят и, главное, гордятся. Он был в медслужбе лейтенантом. Боевой не застал, но родственники мне много рассказывали. Был очень достойным человеком. Первый раз участвую и действительно по велению сердца. Это мой дедушка Халилов Эмир Буртович. С июня 41-го участвовал в боевых действиях. Самый тяжелый период войны прошел и получил тяжелые ранения в боях под Москвой. У меня участвовал в войне прадедушка мой. Он получил медаль за отвагу, за то, что переправил через реку свой отряд. Я хотел бы равняться на него и поэтому принимаю участие в маршу Победы. Подготовка к студенческому маршу Победы началась еще в середине февраля. Ребята учились маршировать строевым шагом и день от дня оттачивали свой навык, мастерство. Мы готовили где-то месяца два. У нас было по четыре тренировки в неделю. У меня семья военных и хочу, чтобы папа много гордился в первую очередь. Ему было бы приятно это посмотреть. Даже форма дает, какую-то атмосферу придает. И вообще я считаю, что это очень важное дело, потому что надо помнить, кто проливал кровь за нашу землю, благодаря кому мы сейчас живем. Впервые в этом году участие в марше принял женский батальон. Девушки в военной форме ощутили на себе всю важность и ответственность данного события. Большая ответственность на нас лежит. Тем более мы девушки, нам немножко сложнее, но все равно мы виду не показываем. И стараемся на ровне с мальчиками также маршировать и чеканить шаг. Подготовка длилась где-то два месяца. И участие я решила принять, потому что я очень большой патриот. И до этого в своем городе принимала участие. Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, в котором отражена великая мощь и сила. Особенно это чувствовалось здесь, когда ровной колонной один за другим проходили все участники марша. В марше Победы также задействованы ретро-автомобили, которые прямо сейчас едут по улице Кремлевская. Главными гостями марша Победы, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Этот праздник лишь маленькая дани благодарность за подвиг, стойкость и мужество. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.